Итак, мы возвращаемся к стратегическому позиционированию. Стратегическое позиционирование очень важная штука и это гипотеза. Если на вот этом вот уровне мы себе отвечаем четко на вопрос, что мы даем обществу и оно готово нам давать деньги, то на вот этом уровне мы понимаем, что в мире существуют конкуренты, условия, рынки, природные катаклизмы, политические влияния и вообще еще, 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 еще. И как вот среди этих условий, собственно говоря, быть успешными? Стратегическое позиционирование – это гипотеза, где мы выстраиваем ее логически, опираясь на то, что мы знаем, мы определили, что мы даем обществу. Теперь мы определяем, каким образом мы будем это делать, как мы будем успешными, вот с этим, то, что мы даем обществу, еще же есть конкуренты и вот все прочие разные условия. Что мы делаем? Очень просто. Логически это выглядит так. Мы выписываем все то, что мы знаем относительно того, почему мы будем конкурентно способными и что, в чем заключается наше стратегическое позиционирование на рынке или стратегическое позиционирование в умах наших пользователей. И мы просто выписываем все, что мы об этом знаем. Если мы можем сделать маркетинговое исследование, то мы делаем маркетинговое исследование. Если мы можем докопаться до чего-то, дотянуться до какой-то информации, до какого-то опыта, у кого-то спросить или что-то сделать, мы это делаем. И все это выписываем вот таким вот образом. После этого мы что хотим от стратегического позиционирования? Мы от стратегического позиционирования хотим твердую уверенность в том, что мы будем успешными. Но мы многого не знаем. И вот то, что мы не знаем, мы делаем в виде предположений. Мы делаем предположение вот такое. Мы делаем предположение вот такое. И мы делаем предположение вот такое. Теперь с учетом того, что мы знаем, и с учетом наших предположений, мы логически увязываем это в единую логическую цепочку. Так, чтобы в конечном итоге мы понимали, чтобы у нас появлялась уверенность относительно того, что то, что мы делаем на рынке, наше стратегическое позиционирование даст нам тот результат, что мы хотим. Спокойствия, благополучия, развития. Если мы спрашиваем себя, вот если мы вот это знаем, да, мы никогда не можем узнать все. В тот момент, пока мы будем узнавать, как это у конкурента, у другого конкурента что-то поменяется. То есть мы всегда, всегда чего-то не знаем. А пока, если будем узнавать то, что мы не знаем, оно снова поменяется. То есть узнавать все бессмысленно. Но в этом смысле, нам нужна эта уверенность, нам нужна эта логическая уверенность. И тогда то, что мы знаем, мы выписываем, еще раз повторяю, то, что мы не знаем, мы предполагаем, что это будет вот так, предполагаем. И логически увязываем все это в встроенную цепочку. И получается гипотеза. Почему это гипотеза? Это предположение, что это будет вот так. А дальше, после того, как мы это делаем, мы спрашиваем себя по десятибалльной шкале, насколько у нас есть уверенность, что если вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все есть и вот так это будет, то мы достигнем результата. Если мы спрашиваем сами себя, и если ответ, допустим, приходит на восемь, то мы спрашиваем себя, какое еще нам надо сделать предположение, сами утверждение предположения, чтобы эта уверенность у нас самих была на девять. Ответ обычно приходит в виде какого-то еще одного предположения. И мы это предположение логически, стройно увязываем в нашу гипотезу. И делаем это до тех пор, делая предположение, делаем это до тех пор, пока у нас не появится эта уверенность. Уверенность с учетом того, что мы знаем, и с учетом наших предположений о том, что это будет происходить вот так. Тенденция развития будет вот такой, на рынке будет вот это, это сохранится и так далее. И вот дальше все, что мы делаем в бизнесе, сводится к тому, что мы что делаем? Уже заранее выстроив вот это, мы что делаем? Мы проверяем наши предположения. И если наши предположения, идя по жизни дальше, по развитию бизнеса, мы проверяем наши предположения. И если наши предположения подтверждаются, тогда мы автоматически получаем успех и результат. Если не подтверждаются, то в этом случае мы садимся и меняем стратегическое позиционирование. еще интересно что у каждого собственника или руководителя на самом деле вот это стратегическое позиционирование есть в голове с разной степенью осознанности но я абсолютно уверен что она у каждого есть потому что если бы его не было бизнес бы просто не стал бы существовать я говорю что она есть и говорю что она с разной степенью осознанности есть и формализации соответственно тоже но теперь представьте что если мы смогли помогли собственников формализовать это внутреннее интуитивное на самом деле понимание то в когда мы его вот так формализовали к этому может присоединяться к этому можно присоединяться и к этому будут присоединяться ваши ближайшие топы и руководители вы показываете им свое видение и вы показываете им свои предположения и тогда они могут присоединиться к этому к вашему движению и это тоже команда образующая цель только вот таким вот образом отраженная и последнее стратегию надо рисовать картинками вот так как я сейчас нарисовал ее надо рисовать фломастером фломастерами вырезать картинки как угодно но ее имеет смысл рисовать и повесить себе на стену повесить себе на стену и в на стену в вашем кабинете на стену от ксерокопировать кабинет к вашим сотрудникам имеет смысл то есть стратегическое позиционирование формируется как логически гипотеза с учетом того что мы знаем того что мы не знаем в виде представления это рисунок который мы составляем все вместе командно с руководителем стопом с чаем печенюшками улыбками ослаблением воодушевлением вдохновением и творчеством работая с утром да 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 и так